НУЖДИКИ! Дедушка Мороз, выходи! Кричали пританцовывая дети около туалета. НУЖДИКИ! СУБТИТРА! Романтическая песня шотландских алкоголиков. Ну, по кайзерчикс приучайте Ильи Попенкера. Пусть молчит целый свет, что романтики нет. Так, а кроме нее, мало что в голове. Чтобы я не подох, нужен высох и вдох. Только мне все равно, почему-то мне Бог. Руби, 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 руби! Бухать будешь, будешь, будешь! Ты вообще не в курсе, что ли? Руби, 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 руби! Завтра к нам не придет, всем плевать на него. Задержите часы и замедлите ход. Больше нет ничего, если стыдь далеко. Знаю имя твое, повторяю его. Руби, 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 руби! Бухать будешь, будешь, будешь! Ты вообще не в курсе, что ли? Руби, 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 руби! Может быть, может быть, ты решила шутить И не будешь со мной дальше пить Может быть, может быть, ты решила шутить И не будешь со мной, как же быть? Как же быть? Ты вообще не в курсе, что ли? Руби-руби-руби-руби-руби! Бухать будешь, будешь, будешь! Буду я! Ты вообще не в курсе, что ли? Буду я! Субтитра! Один с пистолетом. Бочистки с тела, два в одну. Ты понял, что творится? Бочистки с тела, два в одну. Один с пистолетом. Бочистки с тела, два в одну. Ты же платил за газ. Бочистки с тела, два в одну. Ему пора смываться. Геннадий! А теперь сенсация, друзья мои. Что случилось опять у вас? Теперь сенсация. Анна Курникова беременна от хулио. Беременна от хулио. Почему? Ай, нет. Идем со мной. Бочистки с тела, вин это полный отстой. Идем со мной. Бочистки с тела, вин каждый день. И это хорошо. Геннадий, 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 Геннадий. Мальчик мой, ну конечно же не хулио. Конечно же не хулио. Потому что думаешь, Иглесиас... Вы о чем? Я читал новость недавно, что беременна Курникова от Иглесиаса. Так. Ну не воспринимаю сына никак. Понимаешь? Воспитан на традициях его отца. Он воспитан. Так вот беременна Курникова. Вы понимаете, да? Беременна. Я рад за нее. Пора ей. Да, давно уже было. От кого? А вот это другой вопрос. Бочинский и Стилавин. Когда полисмены осмотрели дом сектантов... Извините. Ничего-ничего, блюди. Утреннее шоу на радио. Молодцы. Геннадий, так. Мы ведь традиционно с вами в это время суток, да? Тему дня представляет ООО «Дайчи». Пока вы собираетесь с мыслями. Большое. Генеральный дистрибьютор кондиционеров «Кентацию». В жизни много приходится менять. Кентацию менять не нужно. Этот надежный кондиционер с уникальной 7-летней гарантией. И производителя будет долгие годы создавать комфортную атмосферу в вашем доме. «Кентацию» незаменимый кондиционер. Да. Знаете, сегодня поймал себя на мысли. Рассматривал людей во время автомобильного движения с утра. Так. К сожалению, не все лица можно рассмотреть, потому что в нарушении правил дорожного движения в Москве поголовно практически автомобилисты пользуются пленкой тонировочной. на передних стеклах дверей. На стеклах передних дверей. Вот. Поэтому лица рассмотреть очень сложно. Да. У некоторых 95-процентная тонировка. То есть вообще ничего не видно. А некоторые граждане, особенно гости столицы, любят еще и тонировать и лобовое. Что вообще запрещено. Там вообще нет людей. Может быть, просто машины едут сами по себе. Но, тем не менее, встречаются все-таки индивиды, которые ездят с прозрачными окнами. Видно, что там сидят люди. И вы знаете, вот как-то крутилась и на выходных мысль такая. На прошлой неделе, наконец-то сегодня с утра сформулировал, что не понимаю, о чем они думают. А зачем вам это понимать? Дело в том, что наша тема дня, она, конечно, ну, развлечение, с одной стороны. С другой стороны, вы знаете, я воспринимаю каждый акт общения, каждый акт, да, как желание, стремление и способ узнать людей, которые рядом с тобой, вокруг тебя, ну, чтобы как-то определить и свое место в этом обществе. Мы многое знаем о наших людях. Знаем, что только 3% отдыхают за границей. Знаем, что 72% поддерживают Владимира Владимировича. Все это знаем. А вот о чем люди думают, когда едут на работу, я по лицу понял, что я не понимаю, понимаешь, о чем они в этот момент думают. Потому что, когда, например, ну, не знаю, с какой-нибудь девушкой по вопросам рекламы говоришь, например, да, разговариваешь, видно, что в глазах у нее светятся доллары, евро, причем тысячи и тысячи этих долларов и евро. А вот здесь какая-то вот такая вот с утра в понедельник, вот полная вот кромешная завеса отсутствия, или, по крайней мере, симуляция отсутствия мыслей в голове. Ну, знаете, люди в автомобилях это еще полбега, потому что часть их мозга занята дорогой. Это им, кстати, помогает очень здорово. А вот люди, которые едут пассивным образом, в метро, в троллейбусы, вот, о чем думают. Порой заходишь в метро, в последнее время редко, конечно, но все равно случается. Обычно вас вносят в метро, да? Заходишь так и думаешь, о чем эти лица? О чем эти лица, да. Думают. Вот. Давайте сегодня расскажите нам, о чем вы конкретно думаете, когда едете на работу. На работу с утра, да? 9, 9, 5, 22, 30 и утро, собакамаксимум.ру. Не вспоминать никаких дальних событий не нужно, да? Вот прямо сегодня, прямо сейчас. Вот о чем вы, там, 20, 15, 10 минут назад думали, когда ехали на работу? Давайте сегодня узнаем об этом. Субтитры. Группа Сад Дураков, Илья Попенкер, песня о гламуре. Вася любит кофе, Настя любит чай, Ира после пластики поела невзначай. Кто-то скажет мило, кто-то что за бред, но ей на мнение плевать, Волос сменило цвет. Не узнать, Что скажут вам, Лучше просто думает в жизни сам. Не узнать, Увидят что, Просто ничего, Скорей всего. Мясо Толя совсем не ест, Все говорят дурак, Над ним работает отец, Не справится никак. Аня любит женщин, Федя мужиков, И все качают головой, Всем жалко дураков. Не узнать, Что скажут вам, Лучше просто думает в жизни сам. Не узнать, Не узнать, Увидят что, Просто ничего, Скорей всего. Эй, эй, Давай наяривай! Эх, эх, эх! Опа! Опа! На-на-на! На-на-на! А-а-а-а! А-а-а-ау! Играют цыганята, С грузином и жидом, И поле с ними запоет, Не парясь ни о чем. О! Не узнать, Что скажут вам, Лучше просто думает в жизни сам. Не узнать, Увидят что, Просто ничего, Скорей всего. Не узнать, Что сделают, И это не узнать, Ни там, Ни тут. Не узнать, Что скажут вам, Может знать, Не надо думать сам. И думай сам! И думай сам! И думай сам! Субтитры, Бочинский и Стилавин. Слушай, Я тут посмотрел Мультфильм про Бобров. Дебров, Ты хотел сказать. Утреннее шоу на радио. Мультфильм про 758 в Москве, Бочинский, Стилавин и... И я, И я, Стилавин, Стилавин и я. Да. Друзья мои, Сегодня понедельник, В Москве замечательная погода, 25 число, Отгуляли, Значит, Выпускницы, Выпускные балы. Слушайте, Отгода, Отгода в Москве, По крайней мере, Девушки все Экстравагантнее, Экстравагантнее надеваются. Я чувствую, Всю ночь вы провели. Если ноги стройные, То можно, В общем-то, В принципе, Юбку не надевать. Красивые у нас девушки Все-таки вот в России. Красота. Нигде таких девчонок нет. Вот. А мы сегодня говорим о том, О чем вы думаете, Едя на работу. Итак, Сегодня говорим о том, О чем, Собственно, Не можем даже Сами представить. Ведь о чем-то же думаем, Когда едем на работу. Просто Вы не можете представить В силу того, Что вы не думаете. Это я понимаю. А значит, У нас есть на связи мужчина. Мужчина молодой, 27-летний тренер. Здравствуйте, друг мой. Здравствуйте. Мужчина, Представьтесь, пожалуйста. Денис. Денис, У нас, А тренер вы у нас Какой, дорогой мой? Тренер, Я вообще парикмахер. Парикмахер, тренер? Да. Парикмахер-качок. Тренируете, да? Интимные стрижки тоже, да? Только немножко. Ну, Только знаком. Только знаком. Денис, Вот скажите, Друг мой, Сколько занимает Ваша дорога От дома до работы? Сегодня очень-очень много. Ну, примерно. Ну, Около 7 часов. Еще лучше будет, Если вы закроете, Выключите приемник, да, Друг мой, Чтобы мы не пересекались. Погодите, Как-то около 7 часов. Вы откуда? Я сегодня ехал Из Чебоксара в Самару. На машине? На машине. Ну, хорошо. Если не выеживаться, А так нормально сказать. А если обычно, Если из дома на работу все-таки? А я именно так и работаю. То есть вахтовым методом На неделю туда, Потом обратно? Да, да, да. Вот именно. Ну, хорошо. Чем была заполнена голова Эти 7 часов ужасных? Я, ну, в первую очередь размышлял, Что мне сделать с моей девушкой? А что с ней сделать надо? А я как-то хочу уйти от нее, И она мне надоела. Надоела? Да, я думал, как-то сделать так, Чтобы все было хорошо. Знаешь, как-то вот так избавиться, да? Но так чистенько, да? Чтобы вроде как снаружи Все было четко, да? Не подмазать было нигде, да? Да, вот именно. Чтобы она, главное, поняла, Что это она виновата во всем, правильно, да? Вот так вот. Извратиться. Вот именно. А почему не набраться смелости В 27 лет и не сказать, Извини, бэйби, Но у нас типа разные пути? Это тоже вариант, в принципе. Подумай об этом Оставшиеся полчаса, да? Вот. А еще о чем думал, Кроме девушки, С которой задолбала? А еще думал, Почему же энергетика не работает? Че, че не работает? Энергетика не работает? Ты че, ночью больше? Нет, энергетик, коктейль энергетический. А, не работает? Да. Да, потому что таблетку забыл выпить. Передоз у тебя в том, Что уже не работает. Ладно, мужчина, Давай, тебе хорошего дня. Да? Постарайся, постарайся поступить С девушкой честно. Хорошо. Она же не виновата, Что ты ее разлюбил, правильно? Нет. Не виновата, все. Значит, не надо ничего с ней. Ладно. Давай, пока, мужчина. Счастливо. 995-22-30, Адрес утрсобакамаксимум.ру Наш телефон. Мы сегодня впервые, наверное, За всю историю шоу говорим о том, О чем же вы думаете, Пока едете на работу. Ну, голова-то у вас занята нашими голосами, Понятно, Но мысли-то у вас киньте есть свои собственные? Тема популярна, Потому что получили уже очень много писем. Это примерно как делить на ноль. Да-да-да. Бочинский и Стилавин. Ты рабочий? Значит, ты крутой. Всех крутых в рабочие. Утреннее шоу на радио. Товарищи, мы сегодня анализируем мысли, имеющиеся у вас, Как у людей, которые едут на работу. О чем-то вы должны думать, Потому что лица у большинства из вас, Ну, чьи удается разглядеть... Погруженную в раздумья. Они, да, такие запаренные. Тему дня представляет О.ДАИЧИ, Генеральный дистрибьютор кондиционеров Кентацию. В жизни многое приходится менять. Кентацию менять не нужно. Этот надежный кондиционер с уникальной 7-летней гарантией производителя Будет долгие годы создавать комфортную атмосферу в вашем доме. Подробнее на daichi.ru Ну, друзья мои, очень необычный звонок. Необычный с точки зрения несовпадения у человека по, так сказать, Ну, профессии, что ли, и мыслей, которые постигают его по утру. Паша у нас 35-летний, профессиональный водитель на связи. Павел, доброе утро, дорогой. Доброе утро, мужчина. Павел, а вы водитель какой у нас? Персональщик или, так сказать, на фуре? Нет, ну, я работаю на легковых машинах, но не персональщик. Как это не... А вот что это такое тогда? Ну, водитель, можно сказать, в крупном... Холдинге? Да, в министерстве. Ну, в министерстве. Слушайте, друг мой, ну, и о чем думаете, пока едете на работу? Ну, вот путь от дома до работы, я еду из Царицыно до центра, меня занимает примерно полтора часа в среднем день, когда больше, когда меньше. Так. И вот целый год, даже больше, я уже стою в этих пробках и, думаю, в этих пробках сочиняю книгу. Книгу? Да. И приезжаю, когда на работу, я свои мысли все перекладываю на компьютер себе. Слушайте, скажите, пожалуйста, а с чего это началось? Вот мы хотим проследить, так сказать. А, не знаю, быть может, кто-то из психоаналитиков слушает, таким образом мне что-то посоветует. В общем, я написал три книги, и все они про маньяка, я как-то вам рассказал. Да вы что, а какие рабочие названия у ваших произведений? А, Битцевский парк, Васильный остров, его только что закончила Николина гора. Про Михалковых? Нет, про маньяка. Слушайте, скажите, пожалуйста, а вот за каждый день вы, значит, вот полтора часа сидите, думаете, да? Да. Приезжать на работу, сколько строк-то вот удается из себя, так сказать, накапать в компьютерах? Получается, страниц много, я так приспел, лузер немного, я не понимаю, там компьютеры пишу, 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 пишу вот так. А какой же вы водитель, если вы целый день, получается, сидите и пишите? Нет, ну я еду полтора часа на работу, и с работы я еду полтора часа. А, и все, и да, в основном время пишите. Хорошая работа, ну вы такой писателем работаете, а не водителем, вы поменялись там ориентируем. Ну, я подумал, что если я побуглево опубликовать эту книгу, то это будет жить. Сегодня это настолько не проблема, друг мой, настолько не проблема, я вам скажу, что издательство, да, их столько много, они с удовольствием берут рукописи, да, у людей, тем более в электронном виде. Единственное, что очень мало платят. Я вот знаю, у меня даже есть знакомая, значит, девушка-писатель, вот, первая книга, которую она опубликовала, ей за нее заплатили 8 тысяч рублей. Да мне не нужны, в принципе, деньги за эту книгу, просто хотелось бы издать эту книгу. Ну, понятно, ну, так я вам советую просто зайти в любой книжный магазин, так. Просто не надо ничего покупать, заходите в книжный магазин, берете с пола книжки, там есть название издательств. Да я вам напишу, а вы там разбирайтесь, если как хотите. Ну, тогда мы потребуем процентов агентских за посредничество, мужчина. А это вообще сведет ваши доходы к нулю. Лучше просто зайти в книжный магазин, да, ну, спасибо, Паша, спасибо за такие... А, кстати, один вопрос последний, а вы по профессии-то кто у нас все-таки, поизначально? Водитель. То есть с самого начала водитель? Да, уже звезды первого года. Эх, Пушкинский дом, понимаешь ли, по вам плачет, дорогой мой. Итак, наш телефон 995-22-30. Хотите поговорить с Сергеем? Пожалуйста, звоните. Расскажите, о чем вы думаете. Может быть, он вас пригласит поужинать. А может, по-другому. Тоже будет. Починский и Стилавин. Давай, подай нам сигнал. Сигнал здоровья. Ну-ка, давай, ты только отнеси трубку подальше от арта, потому что перекрывает уровень. Давай, выключим звук, а мы послушаем сигнал. Давай, сигнал. Утреннее шоу на радио. Люди-дельфины на радио Максимум, да. И эти люди, которые вот так вот подают сигналы, или просто сидят с кислыми рожами, вот, в метро... Тему дня представляет... О, я знаю, вы можете бесконечно сейчас входить в тему, а я вам сразу скажу, кто представляет. О, Даичи, генеральный дистрибьютор кондиционеров Кентацию. В жизни многое приходится менять. Кентацию менять не нужно. Этот надежный кондиционер с уникальной 7-летней гарантией производителя будет долгие годы создавать комфортную атмосферу в вашем доме. Подробнее на daichi.ru. Да, друзья мои, я сегодня решил как-то вот поговорить с вами о том. Я решил поговорить. А Геннадий был не прочь, не прочь поговорить с нами. Сергей сегодня находится в том же состоянии, в каком он наблюдал всех остальных, когда ехал на работу. И поэтому ему, конечно, что-то хочется, а что не может понять. Вот, и поэтому вопрос такой, о чем вы думаете с утра? Хочется того, чего не может, да. Давайте послушаем. Привет, меня зовут Дима, работаю экономистом на МИКомбинате. Когда еду на работу каждое утро, обычно думаю о том, чтобы мне успеть и не опоздать. Потому что если опоздает, то начальник лишит меня премии. Я ехал и смотрел по сторонам, по улицам, насколько загажен город. Но он был на удивление чист, потому что вчера у нас был день города, в городе Тверь. Здравствуйте, меня зовут Андрей. Работаю водителем и по дороге на работу думаю о том, где я буду халтурить и сколько денег я заработаю себе в карман. Я работаю на самосвале. Ну, халтура везде, она существует. По перевозкам грузов или песок, если где-нибудь какой-нибудь котлован нароется. То песок потом, соответственно, продается. Возможности для левака много. Доброе утро, меня зовут Катя. Работаю я начальником отдела. На работу, ехав сегодня на работу, я думала о следующем. Мысли все время возвращали меня в прошедшие выходные. Думала, как же было хорошо и что я вообще сегодня делаю на этой дороге. Но больше всего я думала о том, что уже на дороге делают все эти люди, которые непонятно откуда взялись в понедельник с утра. Проклинала всех, потому что уже встала в пробку и опаздывала. И еще были мысли о том, что как бы хорошо сейчас заняться сексом, вместо того, чтобы стоять здесь в этой пробке и непонятно, что делать. Меня зовут Илья, 23 года, работаю я в банке. Когда еду на работу, обычно думаю как раз об этой работе, что выбрал не ту сферу. В данный момент, сегодня я думал о том, что через две недели я женюсь, и моим гулянкам придет конец. Ну, обычно я гулял так, познакомился с девочками, и, соответственно, смыслом жизни, можно сказать, было так, пофлиртовать и, может, что больше. Вот, собрал в данном большую коллекцию. Ну, вот, заканчивается моя юная жизнь, так сказать, начинается новый этап, собираюсь создать себе большую семью. Меня зовут Николай, город Санкт-Петербург, 30 лет. Сегодня утром еду и думаю о том, что с 1 января 2008 года штрафы повышаются, там, чуть ли не в два раза. За превышение, за все остальное, там, в районе 5 тысяч рублей. Вот, думаю, еду, недавно ехал, заплатил 500, теперь, наверное, будет платить около 5, там, чуть поменьше. Это меня больше всего пугает. Алло, доброе утро. Александр, работаю пилотом. Ну, когда я сегодня ехал на работу, я подумал, как же все-таки прекрасно летом, а потом подумал, господи, как же все-таки лучше, лучше зимой, потому что машин глобально меньше. Ну, это, мне кажется, это иллюзия, да. А девушке Кате из начальника отдела, помогите, друзья, сегодня как-то дайте шоколад или бананы. Давайте почитаем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Он говорит, что откуда берется бодрость у нас с вами, Геннадий, его мысль мучает так вот философски, а с другой стороны, откуда вселенский облом на лицах у всех, которые рядом? Чего они такие? Они все невеселые. Просто спят. Ребята, вот еду на работу и все мысли о моих солдатах. Как бы что ни натворили за ночь, пока меня не было Владимир, президентский полк Так а ты и спи там с ними вместе С Владимиром, я бы так поосторожнее Неизвестно, какой Владимир Давайте, раз у него президентский полк есть Наташа, таможенница 30-летняя Говорит, думает о том, что через две недели ей в отпуск Там лето, отдых Что с собой взять, какие трусики А перекрыли гаишники движение для пропуска какого-то спецлица И сразу мысли все улетучились Появилась злоба, агрессия Привет, Сергей Геннадий, пишет Аня В метро по утрам мысли следующие Первое, успею или опоздаю Второе, от кого же с утра противно воняет потом Третье, только не браться за поручень Он же такой грязный Аня, клиника Можно через салфеточку, дорогая Клиника, да 27 лет Жанна, маркетолог по образованию Работает в авиакомпании Думает о том, что рановато из декрета вышло Только чуть меньше годика отдохнула она А теперь ребеночек дома спит с бабушкой И вот думает, рановато И так каждое утро рановато Не поверите, пока не разбил машину Стоя в пробках думал, о чем думают люди в соседних машинах И так все думают Сергей, исходя из того факта, что у вас новый автомобиль И есть уже опыт других людей Не думайте больше о том, что думают люди в других машинах Да? Зачем так? Зачем так, Геннадий? Скоро у вас будет новый автомобиль И что тогда вы будете делать? Не надо вот этого Я вообще не думаю о других людях Они, знаешь, когда вот рядом машины проносятся назад И исчезают из зеркала заднего вида машины Или успевают рассмотреть лица Ну куда они? Куда они исчезают, да? Я тут взял... А вы пытаетесь тренируете память номера, запоминайте Я взял покататься сейчас Volkswagen Passat С космическим мотором, да? 3,2 литра Бензиновый Ну вот, просто вот реально Как исчезают... Города в пустыне Города в пустыне, да Едешь, вроде бы... Дорога была полная машин Раз, никого нет, пусто опять думаешь Что за фигня Да, но дело в том, что в пробке-то все равно это бессмысленно Да, в любом случае Хоть ты на таком, хоть на 1,6 Вот, а вот когда ты едешь... Ты даже не видел меня, чтобы я ездил в пробках? Нет, я не видел Ну а что тогда говоришь? Пусть в пробках есть те, кто любит работать А мы, те, кому есть о чем подумать с утра Мы будем спать Погодите, а о чем вы все-таки порекомендуете людям думать? Оптимально, да? Выжимку из тех мыслей, которые есть у людей Самая оптимальная мысль Вы знаете, о чем я... В очередь на работу Я думаю, что лучше всего с утра Да Делать три вещи Три Первое, помолиться Второе, сделать все необходимые звонки Прямо с утра Все дела Все дела, которые надо сделать Сделать все Как все? Прямо по телефону А если они спят еще? Разбудить И когда вы поняли... И когда вы поняли, что вас послали нахрен все? Тогда остается третье дело Вставить действительно аудиодиск И послушать то, что вам близко Либо обучающую какую-то фигню Либо художественную литературу Либо, в крайнем случае, музон Но каждый раз, когда вы слушаете музыку Запоминайте, как называется, песня Слушайте, а я вот вижу, что вы как раз Боитесь оставаться со своими мыслями наедине То есть все три позиции, которые, да? Они все три освобождают вас от того, что вы размышляете о чем-либо То есть молиться, значит, не думать в этот момент ни о чем, правильно? Второе, звонить кому-то, значит, разговаривать Опять же, зачем думать язык и так, и сам говорит Тут мысли не нужны И третье, слушать музыку Только не надо думать Вы делаете все, чтобы не думать ни о чем Все, что я сейчас услышал, в корне меняет мое представление о вас Интересно, что по-вашему думать? Когда у вас работает мозг? Субтитра! Наташа Ховец прислала нам песню Кинутой бабище от Пинк В твоей руке, моя рука Ты обещал любить всегда Да-да, все так И если б сказали мне тогда, что ты все врешь Скочила б и плюнула б в глаза Их слова ложь Я так знаю Навсегда сказал мне Навечно Какие были дураки Ты помнишь грубые, холодные О нет, нет, нет Как я хочу тебя обнять И другом вновь тебя назвать Могла бы всё отдать Когда же сказали мне слова Что любовь, ложь, наверное Не сразу поняла Обманул всё ж Точно знали Но ведь всегда сказал мне Навечно Да-да Я буду помнить тебя Пока не встретимся вновь Пока мы Пока мы Не встретимся вновь И не забуду тебя Что было И газы И газы Сказали мне Тогда Что Ты всё Влёшь Скочил И Плюнул В глаза И Слово Ложь Эту Ласку Запомню Пока Плюнул 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 Кто ж знал Что Ты Сказал Мне Сволочь Субтитра Бачинский и Стилавин Атипичная Кневма Кневма Шоу Шоу Едя О чём мы думаем Я знаю А вот Как Причастие Едя Ехая 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 тоже нельзя Правильно Вы филолог Вы докажите свой профессионализм Я доказываю А чём не доказываю Да вы стоите под сомнение Едя на работу Едя на работу Ну а почему нет то Точно А почему нет Если нет такого слова Покажите мне бумагу где написано что нет Конечно Покажите Так вот Значит Некоторые едут в машинах На прошлой неделе Ну это просто я подвожу вас к новости Шоковый да На прошлой неделе вот проходил гольф клуб Многие говорили у нас А чё вот гольф в принципе Дорогая же машина да Вот в своём классе В принципе один из самых дорогих автомобилей Да Ну вот А почему почему Да потому что система пассивной безопасности Стоит дорого Дорогие друзья И вот Есть Свеженькое сообщение Эксперты Немецкого журнала Автобильд И автоклуб Адак Это клуб который объединяет всех автомобилистов В Германии да А мы можем считать Германских автомобилистов Самыми Самыми передовыми В Европе Потому что только в этой стране Есть автобаны Где нет лимита скорости Во всех остальных странах Так или иначе Есть ограничения Вот То есть там люди гоняют Жутко Жёстко Так вот провели Краш-тесты Китайского автомобиля Знаете Вот я сейчас Не то чтобы Не с ужасом Нет Но с таким Ну что ли С антипатриотическим Каким-то Честно говоря Мыслями Вижу как всё больше и больше Китайских автомобилей у нас И если раньше это были мифы Да О том что Китайский автопром Сможет тягаться То есть сегодня я вижу Что захват идёт По полной схеме И на самом деле Важно же не как выглядит машина Да И как она ездит Хотя движки у них всё ещё маломощные Но пройдёт там год-два И они будут гонять Как все остальные Вот А весь вопрос в том Как это всё сделано И вот краш-тесты Китайского седана Бриллианс BS6 провели Надо сказать Что независимых краш-тестов Китайских моделей Пока ещё очень мало И проведённые до сих пор Показывали Что в Китае не умеют Пока что делать Безопасные автомобили Последний Краш-тест Вот Российского журнала Авторевью Лишний раз Доказал Значит Что машины Конечно опасные И вот теперь Настала пора удивляться Немцам По словам представителей Автобильд И Федерации АДАК Они давненько не видели Таких страшных ударов Вот они Я показываю Геннадию фотографию Разбили в стандартном Краш-тесте Американский Китайский седан Ну где-то Видимо по размеру Это типа Автомобиль Типа Пассата наверное Ну что-то в этом роде Мечто среднее между Пассатом и Борой Джеттой Так вот Водительская дверь Вылетела из проема Ее заклинило так Что невозможно было Открыть То есть Вытащить оттуда Пострадавшего Невозможно Деформация Капсулы Салона Тоже оказалась Очень серьезной В результате Бриллианс Даже несмотря на наличие Двух подушек безопасности Получил лишь 12 баллов Из 37 возможных То есть Одну звездочку По безопасности И по словам Экспертов по безопасности Вот такой автомобиль Бриллианс Нельзя даже продавать В Европе То это хуже чем Жигули Которые уж Собственно говоря Давно считаются Несоответствующими Нормами безопасности Так что друзья мои Покупая машину Конечно надо думать Еще и о том Что бывает Жизнь неприятности Да И лучше из них выйти Ногами А не вынестись Оттуда ногами Вперед Афанась А ты не знаешь что там ООН про гальбирацию Что он Живу как в пещере Полная изоляция Геннадий Ну Вот о машинах Поговорили Да А теперь А теперь о том что Реклама Да Бывают и другие машины Правильно Прошел Вот и Друзья мои регулярно В компании HP Проводят Краш тесты Паленых картриджей Да Они никого не убивают Правильно Но они Истребляют ваши деньги Ваши руки Вашу совесть Не калечат бумагу Не калечат душу Сбои в работе принтеров В которых установлены Перезаправленные картриджи Происходят в 9 раз чаще Оригинальные же расходные материалы HP Продлевают срок службы устройств Товарищи До 31 октября HP Проводит специальную акцию Лазерные картриджи Можно купить на выгодных условиях Или получить подарок Подробности вы можете узнать На сайте www.hp.ru А еще в прессе И интернете Вот так вот Друзья мои Это все что мы хотели сказать На данный час Ну а конечно же Стоит зайти на сайт youtube.com Бочинский Очередные новиночки выложены Вот А также на сайте Бочистил.ру Последняя неделя регистрации И после этого мы закроем регистрацию И будем уже С чисто зарегистрированными общаться А те кто не успел зарегистрироваться Обломись 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 Да Вот на сайте максимум.ру Продолжается онлайн вещание Радио Максимум Пересылайте эти ссылки Своим Зарубежным друзьям В сектор газа В Намибию Куда угодно Да Где только есть интернет И чтобы они там кайфовали Ведь жизнь она ведь Не везде сладкая Не везде да Да Ну а что у вас новенького Сергей А вот я вам хочу Рассказать еще Про японцев Геннадий Выпишите пожалуйста Вот эту мерзкую музыку Почему вам не нравится именно эта музыка Мне не нравится Ее надо удалить Она мне не нравится Она оказалась вступительной А вступительная Я на 6 минут вступаю Через неделю удавлю эту песню Удалите да В Японии активно культивируют В новый вариант тенниса В Японии начался чемпионат мира по тапочному настольному Теннису Главное отличие от обычного настольного тенниса заключается В том что вместо привычных ракеток участники используют ракетки в виде тапочек Ну то есть фуд фетиш Фуд фетиш Распространено на западе Да Такое и народная забава Я кстати тут видел такой фуд фетиш Ну Не поверите В ресторане сидел Так Там за одним из соседних столиков Еду принимала пара такая Обеспеченных людей Да Символом обеспеченности была ручная собачка Как они называются Подмышечная Ну которая да Носит собака Которая дрожит все время Дрожит да Стояла такая вот Большеглазая Да Стояла на столе Между тарелками Пока значит хозяева ели она стояла и дрожала Ага На столе На столе да Но при этом видимо что-то на столе вызывало большое возбуждение собаки Потому что это был явно самец Да У него был напряженный эрегированный член Так Который над тарелками свисал А хозяйка собачки периодически поглаживала эту собачку за этот самый член Да Рукой спокойно ела мясо Может быть это просто это не их собачка а просто шеф-повар привез для того чтобы Вот как-то органическая пища деликатес тут же на столе и Приготовил подливочку может Так что японцы Батчинский и Стилавин Слушай как ты визжишь а? Как ты визжишь? Наверное Утреннее шоу на радио Молодцы Товарищи Угу Я скажу так Да Готовьте мобилы Сейчас мы будем звонить Потому что на сайте Батчистил.ру Нашелся очередной Можно сказать Клиент Пласт клиентов Вот так вот Пласт Первый из них мы сейчас и обработаем Да Батчистил.ру Обработаем этим Пергидрулью Прислушайте историческую фальсификацию Спонсор исторической фальсификации ООО «ДАИЧ» Генеральный дистрибьютор кондиционеров «Кентацио» В жизни многое приходится менять Да, «Кентацио» менять не нужно Этот надежный кондиционер с уникальной семилетней гарантией производителя Будет долгие годы создавать комфортную атмосферу в вашем доме «Кентацио» незаменимый кондиционер Ну что ж, товарищи, обнаружил на сайте «Батчистил.ру» в разделах «Блоги» Вот Александры «Блоги» Письмо Значит, вернее, не письмо, а как бы такую страничку человека, которому надо помочь с определением Определиться Терехина Светлана Николаевна Фотография женщины с голыми плечами Лицо Вы знаете, вот есть такие, знаете, женские лица, да? Такие вот красивые женские правильные лица У которых, в принципе, если бы кадр расширился, да? То в руке мог бы оказаться Томогавка Топор Ночь В общем, что-то такое, знаешь Такое выражение лицо «Я тебя сейчас зарежу» Вот такое, понятно А себе Значит, почему надо помочь человеку? Без пяти минут дипломированный специалист-юрист 29 июня получаю диплом А дальше Вот это особенно важно А дальше Либо замуж Либо блуд Геннадий Ничего себе Надо помочь Помочь человеку, да Помочь Давайте, давайте Поможем человеку А я пока о призе Приз у нас простой Фирменная дорожная сумка От компании «Кентацию» Да Давайте Это самое Попробуем сегодня все-таки отдать сумку Потому что уже стыдно мне отдавать У нас призов-то много скопилось А что это вам стыдно-то? Ну как-то Мы сложные вопросы загадываем Люди не выигрывают Да Ну, знаешь, девушка юрист В образовании Все дела Итак, Светлана Николаевна Геннадий Пожалуйста, запомните Это имя отчество На ближайшие 3 минуты Алло Светлана Николаевна Здравствуйте Здравствуйте Светлана Николаевна Да 29 диплом получаете? Да Почем диплом? Ой, ну пока точно не сказали сколько Светлана Николаевна Видели вашу фотографию? В блогах на сайте Бочистил.ру У вас такое выражение лица Я уже со слушателями поделился Что в руке то ли нож, то ли пистолет Такая агрессивная Какое-то выражение лица Это вы где? Запечатлели себя? Ну это я в сауне Ну я так и подумал, кстати Что или нож, или пистолет Или вот что-то еще третье Что может быть в сауне, да Слушайте, друг мой А что вот за пессимизм такой? Дальше либо замуж, либо блуд Вот в чем проблема этой дилеммы? Ну, замуж, мне кажется, пока еще рано А что, есть кандидат-то? Есть Он хочет вас замуж? А почему рано? Да, он не настаивает Он настаивает А вам сколько лет? 23 23? Да Ну скажите, пожалуйста А если бы было 32, то было бы самое то, да? Конечно А вот 23 еще никак, правильно? Ну я еще не гулялась А как это нагуляться? Вот Светлана Николаевна Как гуляют мужики, мне в принципе понятно Так же, как и вы вот в саунах А, собственно Что такое нагуляться для женщины? Вот расскажите нам, пожалуйста Ну это посвящать много времени себе А не готовки Там ухаживание за любимым человеком Себе это как? Вот что вы будете делать себе? Ну это гулять с подружками Так Бухая, да? Магазины, конечно Салоны красоты Салоны красоты Фитнес Фитнес Ну а почему вам не поставить перед своим молодым человеком Такое условие? Ну у меня там, например, есть фитнес Есть салоны красоты Есть подружки, да? Ну а ты пока хрен Поготовишь себе сам А вот как только у меня на попке появится целлюлит Тут-то я тебе и начну готовить, родной, да? Ну а сколько лет вы хотите вот так побуйствовать-то? Ну хотя бы еще два года Серьезно? Да И все? А вдруг что-нибудь за эти два года произойдет такое? Да Чего не хотелось бы? Намотайте себе на хвост что-нибудь не нужно В сауне Нам вряд ли Трещины появятся Знаете, сядете на полок А там до этого до вас какой-нибудь извращенец сидел Вот Светлана Николаевна Да Ну ладно, не будем лезть в ваш выбор, конечно Но мне вот непонятно Почему то, что вы описали нам вот эти вот сауны, подружки, магазины и фитнес Это для вас блуд? Ну не только А что еще вы имели в виду? Светлана Николаевна Да Вы лежите сейчас, что ли? Нет А что делать? Стою Вам хочется побольше разных мужчин попробовать Мужчин хотите? Я так понял Ну да, чтобы точно знать, правильно ли мой выбор А вот этот мужчина, который сейчас с вами, он с вами сколько уж времени-то? Год Год целый, да? Да И не доказал еще свою уникальность Ужас какой Жуть Ну, значит, Светлана Николаевна Ну, есть еще, есть у тебя шанс-то на победу в исторической фальсификации Сейчас мы тебе расскажем о том, что было сегодня в истории, правильно? Угу А ты нас исправишь как дипломированный юрист, где ничего не так Хорошо Вы слушаете историческую фальсификацию Двадцать пятого июня 1630 года американцы научились кушать вилкой благодаря губернатору Массачусетса Он так сказал Да, до этого как буш ел и лели руками А вот я не очень понял эту новость, а в чему? А до этого без вилки А как без вилки? А брали рульку за кость и ели А то есть губернатор его постановил Постановил Да, в 1667 году первая операция по переливанию крови состоялась Доктор Жан-Батист Дени Перелил человеку кровь ягненка Ух, забегал как человек В 1852 году родился Антонио Гауди, испанский архитектор До сих пор строится Это называется долгострой, правильно? В 1867 году изобретена очень колючая проволока Да Да, Сергей дальше В 1903 году родился Эрик Блеер Это биолог, который путем генетических манипуляций Получил столь нужную нашему народному хозяйству бледную спирохету В 1924 году изобретена вакцина против туберкулеза Люди начали бороться с болезнями В 1947 году придумана специальная обувь для тенниса До этого люди видимо в банальных кроссовках бегали что ли В 1957 году изобретена игрушка под названием «Летающая тарелка» 50 лет тому назад «Летающую тарелку» придумали В 1963 году родился наш или мой любимый Геннадий, я уж не знаю Но Джордж Майкл Он же по Пандополо или как там его Георгиус На концерты пойдете? Георгиус по Найоту А я в принципе с симпатией отношусь к мужчине Конечно, пойду Если он пригласит, позвонит И в 1989 году выпущена первая американская почтовая марка В честь гомосексуалистов Да Угу Марочка выпущена, да Вот С одной стороны может лизнуть С другой посмотреть Хорошая вещь В принципе, наверное, полезная В быту Ну а давайте нам, Геннадий Светлану Николаевну Она ведь очень хочет нам ответить на вопрос Где мы наврали? Чего не было или как было на самом деле Ну давай Светлана Николаевна Николаевна Ну давай, детка Блудница Ну мне кажется, там что-то про Жана Батиста не то Про Жана Батиста? А что Жан Батист? Жан Батист Дени, я напомню Жан Батист Дени перелил человеку кровь-фигненка? Да Ну как это бред Бред, да А по-моему, бред то, как ты к жизни относишься Ну зачем вы так девушку шпыняете? Ну как? Вообще Кстати, Светлана Николаевна Да Есть, знаете, я понял, где ошибка была у вас Где? Где? Ошибка была заводить молодого человека год назад Он сам завелся, я его не заводила А где он к вам пристал? В сауне? В транспорте В транспорте? Да Вы ехали опрометчиво в общественном транспорте? Да А где это было? В автобусе? В метро В метро пристал к вам, да? Да Ну тогда, конечно, сам виноват лох Естественно Как такой хороший блудница пристал какой-то честный лох Вот Ну а на самом деле, душа моя Я понимаю, вы литературку так не очень, да, любите? Вы же юрист Да Вы только специальную литературку любите Статьи там, кодексы всякие, да? Как бы кому иск, так сказать, впендюрить Вот А на самом деле, в 1903 году родился Эрик Блеер, да? Человек, ну, на что это что Блеер? Он же никто не Блеер Никакая фамилия В итоге взял себе псевдоним Джорд Шоруэлл С этим знакомы? С товарищем? Нет Джорд Шоруэлл, нет? Нет Не знаете, кто такой? Нет О животных писал очень интересно Фактически, как Паустовский, как Пришвин Вот у него замечательно есть, про ферму рассказывает Почитайте, пожалуйста Вам понравилось, действительно, вот Детям почитать про животных Историк Про 84-й год очень интересно написал Про 84-й все написал Вот что было... Вы какого года рождения у нас? 83-го Ай-яй-яй-яй-яй Эх, чуть-чуть нестыковка А вот 84-й у него описан как нельзя точно Не, ну, в принципе, о вас тоже там кое-что написано Историческую фальсификацию представляла ООО Даичи Генеральный дистрибьютор кондиционеров Кентацио В жизни многое приходится менять Кентацио менять не нужно Этот надежный кондиционер с уникальной 7-летней гарантией Производителя будет долгие годы создавать комфортную атмосферу В вашем доме Подробнее на daichi.ru Оно уже приобретает форму Она стала как будто плотнее Я первая пайка, она два в одном Значит, это нечто разумное Это самый ужасный разум, который существует во вселенной Высылайте беспилотный модуль Девять часов и четыре минуты в Москве Бачинский и Стилавин Понедельник День легкий Меняемся терять День легкий И Совершенно легкая музыка в эфире радио Максимум для тех, кто чувствует, что сегодня день легкий Девять на четыре в Москве Вот Бачинский и Стилавин Давай, детка Давай Я не мог По попке Утреннее шоу на радио Геннадий О судьбе нашей общей Давайте У нас с вами общая судьба Ну, вроде пока, да Айсберги, айсберги, друзья мои Это наша судьба Создают естественные экологические фабрики с повышенной биоактивностью Вы понимаете, да, вот на рубеже 90-х годов Очень у народа был популярен эстроген биоактивный Или красная шапочка Вот, это средство для обезжиривания поверхностей Так Вот, биоактивность там была высока А айсберги, это вот естественные такие активные вещества Айсберги, это естественные фабрики, которые создают вокруг себя Особую биологическую зону усиленного поглощения Чего вы думаете? Что поглощает айсберг усиленно? Тепло Умно, но по глазам вижу, что не уверен Так, а еще варианты? Что может еще поглощать айсберг? Углекислый газ Молодец, почему ты так подумал? Потому что больше вариантов не было, да? Нет К такому выводу пришли американские ученые После изучения дрейфующих ледяных гор в море Уэндалла У берегов западной Антарктиды Согласно обнародованным данным исследований этих специалистов Человек, а как может быть западная Антарктида? Она же круглая Момент Европа тоже не квадрат, знаешь Вот, а есть у меня не западная Европа Вот, значит, согласно притаянии айсбергов В окружающие их воды попадает большое количество минералов Которые способствуют росту фитопланктона, поглощающего двуокись углерода Этим фитопланктоном питаются морские рачки Криль Кушали криль? А гриль-криль? Мне, пожалуйста, гриль-криль Вот, с экстрементами С экскрементами Какашки С экскрементами Да-да-да, бывшие экременты Вот, которого переработанная углекислота оседает на дно морское Там, где эстонцы собираются построить атомную экстанцию Ну вот, зона усиленной биологической активности Отмечена в радиусе почти 4 километра от айсберга Вот он плывет И 4 километра убивается напрочь углекислота По данным ученых Из-за потепления количество айсбергов в последние годы сильно возросло Таким образом, они будут все быстрее и быстрее эту кислоту углекислую топить И опять настанет похолодание Потому что углекислота это тот газ, который вызывает парниковый эффект Как все в природе умно, а, Геннадий? Гениально Я не понял, что шубу покупай? Починский и Стилавин Утромое здесь Лучший выбор Новой музыки Жених Максим Дальше у нас будет Кинофарш 995-22-30 Звоните, попробуйте угадать Подарок у нас простой Книга про историю Радио Максимум Ружки там всякие Рюкзачки Починский и Стилавин Вы знаете, я тоже вот шел по Ибице ночью А там вываливают трансвеститы Все переодетые в женское Тоже, знаешь ли, незабываемое Закружили тебя в танцы Утреннее шоу на радио Геннадий Да Мы хотим, чтобы у наших слушателей была устроенная жизнь Правда? Конечно Если у наших слушателей устроенная жизнь Значит, у них больше времени слушать нас Правильно, Геннадий? Да Вот И очередной рецепт для девушек, в частности О том, как устроить ее эту жизнь Дозвонился к нам 25-летний Костяныч Бастараймсов Познакомьтесь, пожалуйста, с Бастараймсами Здравствуйте Йо, броу Костяныч, привет, малыш Здорово, мужики Итак, история про Костяныча Учился на экономиста Потом год ни черта не делал И в итоге Поступил в компанию, которая торгует немецким оборудованием для автосервисов Ну, там подъемники и всякие Покрасочные камеры есть у вас? Да, да, да Ну, в общем, вся хрень, чтобы починить любую машину, да, малыш? Да, шиномонтаж все делать Ну, всякие там тесты компьютерные, да, вот эти все Ну, значит, сейчас, кстати, едет на проспект Миров Паривать к какому-то несчастному автосервису это оборудование Вот, но самое главное не в этом Семимесячный сын ждет Костяныча дома Вместе с молодой супругой Ольгой А как они познакомились? Это же самое удивительное Поступил у нас Костяныч Бастараймсов на работу в контору Сколько времени с момента поступления до этого несчастного корпоратива прошло? Два месяца И через два месяца нагрянул корпоратив Геннадий И тут бухгалтерша Оля Поняв, что есть свежее мясцо Костяныч взяла до пацана под свою опеку И привела к себе в тот же вечер домой После чего Костяныч от тещи слышал несколько И в итоге сын в семь месяцев Вот так, ребята На первом же корпоративе хватать новенького И везти себе домой Нормально Будешь на корпоративе, хватай Доброе утро, господа Пишет нам Рашид Прежде позвольте поздравить Александра Фуковского с прошедшим днем рождения Да, у Санька в субботу был день рождения Поздравляем Желаю Саше И день свадьбы был у Санька В этот же день Да чего экономный человек Желаю Саше крепкого здоровья и хорошего настроения Предлагаю сразу объявить 23 июня днем памяти Александра Фуковского Чтобы свести расходы к минимуму Дальше Ну так что, давайте посмотрим Что за фильм Кинофакт Чтобы изменить мир надо быть всего-навсего героем Не более И начать наводить порядок в своих карманах Разумеется не стоит понимать это буквально В противном случае благородный порыв непременно обернется пошлой бытовухой И не спасут тогда ни ужимки перед зеркалом Ни инструкции по сборке ковчегов для чайников Ни шутки журналистов И так ли необходимо было привлекать каждой твари по паре Чтобы спасти кучку жирных ублюдков Видимо, действительно, что бы ни делал Он делал это из любви к нам Посему постараемся быть добрыми всегда и ко всем Даже если герой Моргана Фримана произносит речь свою с некоторой елейностью Все Что за какая-то простарационная речь Вот намного человечнее звучало поздравление Фуксу, чем вот это описание Рашид, видимо, увлекся Угу Костяноч Да Ты понял что-нибудь? Честно, нет А если не честно? Да Малыш, сам-то что из кино смотрел последний раз? Такое Давно еще смотрел на чиносец, короче Я тут посмотрел, наконец, дошли у меня руки Все, как-то купил Купил уже неделю три назад, наверное Ну, наконец, посмотрел фильм «Идеальный незнакомец» С Брюсом Виллисом и вот этой Черномазой Как ее там? Не, 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 не Черномаза С Загорелой Загорелой, извините, друзья Не то, бес попутал Загорелой, вот, Холли, Холли Берри, да? Жуткий фильм Жуткий фильм Весь фильм думаешь, что мразь, фильм А под конец понимаешь, что ужасная мразь Ужас Знаешь, такой фильм для того, чтобы испоганить себе настроение Ну, друг мой, ты проиграл Да Ну, что же делаешь? Ну, что же делаешь? Пойдешь сейчас впаривать с оборудованием, пойдешь сейчас Вот что делаешь? Это фильм «Эван Всемогущий» Кто это? «Эван МакГрегор Всемогущий» Ну, типа того Да, наверное, тоже ересь какая-нибудь Наверное Наверное Вообще, долой кино Да здравствует, Альф Хе-хе-хе-хе Нуждики Выпуск новостей Террористы, захватившие заложников, снова смягчили свои требования Если первоначально они требовали 30 миллионов долларов и вертолет, то теперь бутылку водки, две конфеты и велосипед Переговоры продолжаются Хе-хе-хе-хе Клиент изучает счет в ресторане Салат пять долларов, горячая двадцать, десерт пятнадцать, бутылка вина двадцать пять, всего шестьдесят пять, а у вас сто десять Это как же так получилось, официант с досадой Ну, значит, не получилось Утро вечера бодунея Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Спонсор ООО ДАИЧ Генеральный дистрибьютор кондиционеров Кентацио В жизни многое приходится менять Кентацио менять не нужно Этот надежный кондиционер с уникальной семилетней гарантией производителя будет долгие годы создавать комфортную атмосферу в вашем доме Кентацио незаменимый кондиционер Да, незаменимых кондиционеров есть Да Друзья мои, на сайте почистил.ру блоги все это знают уже Там можно зарегистрироваться, разместить свой телефон в секретном разделе, свою фотографию И как пройти, Геннадий, мимо фотографии полуголой девушки Неужели у парней вообще нет шансов подойти? Ну, я вам прочту, что пишут о себе, так сказать, например, о себе Мужчина Страшно звонить такому Который пишет о себе Мужчина Или Работаю инженером, одновременно слушаю максимум Ем, сплю Ну, как так, ну, ребята Жена такая зацепочка, зацепочка А вот, например, девушка вот, которая полуголая Кочугова Полина Александровна Одна фамилия чувствует А, фамилия, ребята, это же природа дала ей такую фамилию Веселая о себе, активная, симпатичная Геннадий Значит, знаете, как есть тесты психологические Это три каких-то слова Надо выбрать одно лишнее Вот здесь какое лишнее? Красивое Вот урод Тут нет слова красивое И там веселая, активная, симпатичная Слушайте, Геннадий, это человеку, который из башки мгновенно вылетает Все, что вы ему только что сказали Мгновенно, ребята Вот вы позвоните, например, снимет он труппу Вы представитесь там, например, Роман Он вас назовет Василий Понимаете, тут же, через две секунды вы будете Василием Это удивительный человек Давайте позвоним Полине Александровне Узнаем, чего она веселится с утра Давайте позвоним Полине Александровне Полина Александровна будет биться у нас за приз, который называется так Так, фирменная дорожная сумка от компании Кентацию Такая красная Удобная Необычной формы Вот Я напоминаю, что на youtube.com Слэш Бачинский Угу Выложено очередное новое видео Что там такое примерно-то? Ну там Там о чем? Группа «Полюса» Прощальная песня Прощальная? Да Ого Наконец-то расформировывает ансамбль Полина Александровна Да Алло Полина Александровна Алло Полина Александровна Да Веселая? Да Активная? Активная Симпатичная Симпатичная Полуголая на фотографии у нас-то, да? Ну практически Это где тебя сняли на фоне голубого кота неба? В Сочи В Сочи? Когда была в Сочи? В 2014-м? Нет Ну а когда это было-то все? Ну, года три назад Полина Александровна, а сколько же тебе лет-то сейчас? 27 27, да? Как семейная жизнь строится, друг мой? Ну, строится потихонечку Как это потихонечку? Ну, вот так Ищешь? Ну да Через интернет? Нет А кем работаешь? Юристом Юристом работаешь? Да Да Так, ну хорошо Давай, мы тебе желаем удачи в поиске любимого человека, да? Спасибо Чтоб ты такой хороший нашелся, правильно? Спасибо Чтоб такое шикарное тело как-то пристроил бы Вот, ну ладно, а что почему-то активное у нас? Скажи, пожалуйста Активное? Да Этого мужчины очень боятся, мужчины активных Да вот, боюсь я это самое Да Больше не надо Избавь оборот Что за песня? Угу Ну что ж, понятно Значит, Полина Полинушка Да Я бы сказал, даже Александра Что же не была за песня такая? Ну, судя по тому, что, когда я спросил Развит ли у тебя слух, ты сказала, да, радует Ну, в принципе, со слухом проблемы есть Некоторые, да? Кто пел-то это? Ой, не могу сказать Такое очень знакомое, но вот сейчас Уже не вспомнил А кто там гавкает, мужик какой-то вот вокруг тебя? Это начальник Начальник? Да. Тоже юрист? Да. Жуть Ладно. Ну, ладно. Спонсор ООО Даичи. Генеральный дистрибьютор Кондиционеров Кентацию. В жизни Многое приходится менять. Кентацию менять Не нужно. Этот надежный кондиционер С уникальной 7-летней гарантией Производителя будет долгие годы создавать Комфортную атмосферу в вашем доме Подробнее на daichi.ru Да. Ну, а наши слушатели, они Вот теперь знают, как выглядит Голос. Полина Александровна Ищет мужчину, 27 лет, юрист, активный Заходите на большесил.ру, познакомьтесь С ней. А счастливьте человека, товарищи Брачинский и Стилавин Давай я тебя раскачаю Давай я тебя раскачаю Снимаешься Ты кто такой? Раскачивай, ты кто такой? Ну чё, давай я тебя раскачаю Ты что такой? Утреннее шоу на радио Друзья мои, конечно, у меня много новостей для вас У меня много, например, вот в одну строчку такая В одном из украинских монастырей живет собака, подпевающая церковному хору Но, ничто не сравнится с голосом Геннадия Бачинского, который подпевает письмом Приходящим на адрес Хотя о монастырях Утро собака Максима Пучкова Мне это рассказали в Ивановском монастыре женском Ивановский? Это Иваново? В городе Иваново, да Есть попугай, который знает семь молитв Да ты чё, серьёзно? А каким образом ротация происходит? Нет, ну он живёт в келье, его монашки у какой-то И она вот то, что читает вслух молитвы, он запомнил А говорят, кстати, ты знаешь, что попугай только мальчики умеют говорить Вот если ваш попугай не разговаривает, значит вас обманули, и это девочка У меня нет попугая Жаль Зато у вас есть я, но сейчас вы сами Ну да, как попугай порой Давайте Оля пишет нам Доброе утро Письмо необычное, потому что обычно рассказывается о каких-то приколах А здесь как-то вот неожиданный ракурс Вот так бы я обозначил Хотела предложить вам прочитать это письмо Меня поразила ситуация, когда я узнала, что долгое время мой папа, когда ехал на работу Утром в определённое время, в определённом месте договаривался и встречал слепого человека Которому тоже надо было куда-то ехать И мой отец ему помогал пройти в метро в утренней давке Узнала я об этом случайно Когда наступил дачный сезон, я поехал на вокзал, а папа на работу В одно и то же время Для меня это было в высшей степени трогательно Узнать такое о своём отце, который молча помогал человеку и даже ничего не говорил нам Мне кажется, это редкость, бескорыстие, отсутствие какой-то кичливости Ведь плохих ситуаций, которые люди помнят подолгу, а иногда и всю жизнь, очень много Но вот таких вот хороших, что ли, моментов очень мало Интересно, а у многих людей есть близкие люди, о которых они недавно узнали, что они такое приятное Вот такое письмо, которое меня совершенно перевернуло, друг мой Вы знаете, вам в агентом надо быть Почему? Что вы прочли, а вот что прочли, я так и не запомнил Потому что вы меня не слушали Нет, потому что всилился, а не получилось Потому что вы увлечены чем? Вы пороками, блудом, осуждением А вот пример позитива Пороками, блудом, осуждением Да, и вот сразу А вот ещё одно письмо Давайте ещё Может другое Но можно спросить, лирично прочесть? Потому что вот вы читаете для себя, а не для нас Для себя Привет Это для вас? Нет, для себя, для вас Я хочу рассказать историю Приключившуюся со мной пять лет назад О! В этот день у моего друга был день рождения И мы договорились прогуляться Это пишет нам кто? Константин Было прекрасное субботнее утро Я был дома один И ничто не предвещало беды Да? Я проснулся и решил принять душ И вот, когда водные процедуры были в разгаре Меня стал тревожить странный звук Как будто где-то в квартире бежит вода И это был не мой душ Да и фиг с ним подумал я И продолжил освежаться Далее последовал звонок в дверь Я весь мокрый Обмотавшись полотенцем Открываю На пороге симпатичная девушка Зашевелились мысли в голове Но увы Она произнесла Вы нас топите Натянув трусы Я побежал в туалет Где находились все трубы водоснабжения И о ужас Из-за гипсокартонного кожуха Прикрывавшего трубы Хлестала вода И не просто вода А кипяток Я протянул руку Чтобы закрыть новенький итальянский вентиль Поставленный после ремонта Но рука никак не могла Найти искомый Нащупав его ручку Отчлененно лежавшую на полу Я возненавидел Итальянскую сантехнику Сразу позвонил в Жео Жек Однако не всем так везет Как Стилавину Помните Жео Жео Жек Жео Жек Помните Вы позвонили Вам пришли на помощь Чип и Дейл Из Жека С наглой ухмылкой Гадюка взявшая трубку Ответила Сантехников нет Ждите Будут через час И повесила трубку И тут пришел мой друг Чтобы отправиться На праздничную прогулку Но не тут-то было Вооружившись ведром Мы по очереди Черпали воду с пола И сливали ее В унитаз Спасибо моему другу Один бы я сварился Так продолжалось Несколько часов А так вдвоем Бульон получился В перерывах Между принятием сауны В туалете Я звонил в Жео Однако получал Один и тот же ответ Сколько можно звонить Ждите Стоит отметить Оперативность Наших коммунальных служб Которые Прибыли на место происшествия Уже через пять Письмо обрывается От него Начинает пахнуть Вареной кожей Субтитра Во время нашей мпанзе Я был ничто на обезьяны Моих венок бутан Я просто рай для наркомана Мои глаза и руки Это пластика обмана Я сочетаю в себе И джентльмена И джанки Погаси дальний свет Машину ставь на нейтралку С таким водителем, как я Машина вспыхнет И не жалко Ах, эта девочка Вредно глотает Д-витамин В машине держат Две подушки На сиденье спит А кое-кто полагает Что я дурак Я постоянно говорю Что что-то было не так Убитый на свадьбе Костя Моя рубашка грезда Не доверяю Даже воздуху Которым дышу Она Нарушить правила Паковки В себе раздавишь Червя Да подотрите Своей властью В темноте Кричу я Я Я Я Но режь Я Абсолютный чмо Я неудачник Крошка Так чё ж Ты меня не шлёпнешь За Полни дробью Врежь Я абсолютный чмо А почему Ты меня не шлёпнешь Силы зла приносят мне Персональные кошмары Имитация газовой камеры Приглашает фанфары Один полярник другого Тихорежет в тупичке Ножом заезженного шоу Или коксом на стекле Дешёвым пением В дневной программе Горе-фолклористов И он повесится во тьме Взяв струну у гитариста Им душачья голова Над голубиным крылом Я не могу списать Если ты думаешь о нём Эй, братан Ты покупаешь свинину И отдаёшь за злобу Своё собственное тело А моя жизнь как термит Которого смола задела Я полностью задыхаюсь Вот я Абсолютный чмо Я неудачник крышка Так чё ж ты меня не шлёпнешь Заполни дробью брешь Я абсолютный чмо А почему ты меня не шлёпнешь Я абсолютный чмо Я абсолютный чмо Я ничто Я чмо Я неудачник Я полный дебил Ха-ха-ха-ха Чё ж ты меня не шлёпнешь? Я не верю ни во что. Я абсолютный чмо, детка. Ну так, чё ж ты меня не кончишь? Субтитра. I have this pistol. One bullet in chamber. Spin cylinder. Cock the gun. Hold the gun to your head. And pull the trigger. I have this pistol. Maximum. Gennady? Maximum. Да. Да, Gennady, это я. Спасибо. Есть ещё один человек у нас. Тоже Gennady? Нет. Gennady, с Gennady как-то напряжённо в стране. Очень напряжённо. Кто у нас Gennady? Ну а давайте перечислим. Есть Gennady Бурбулис? Вернее, или нет Gennady Бурбулис? Чё-то давно не видел нигде. Gennady... В моей жизни его точно нет. Gennady, потом, кто ещё Gennady? А нет больше Gennady в неких. Ни одного Gennady. Есть другие люди. Вот смотрите. На сайте бычистил.ру есть Марусика, Геннадий. Марусика? Мальчики когда будут. Что всё девочек? Понимаете, что это сегрегация. Какие вам мальчики? Ну, например... Вы понимаете, что мы говорим, товарищи, теперь есть возможность, мы вам сами позвоним. Да. И звоним только девчонкам. Почему? Ну, потому что так. Вы хотите обломаться? Я не виноват. Я вам устрою облом. Что вы такой вот... Ну, смотрите. Живую радость жизнью. Либо весёлый, общительный, оптимистичный. Где здесь, собственно говоря, о себе что-то? Весёлый, общительный, оптимистичный. Давайте позвоним. Фашистской каске. Очень общительный. Умник, к примеру, ещё есть. Отец-одиночка. То есть вы ненавидите мужчин, да? То есть вы... Ненавижу. Что ненавижу-то? Хотели бы быть женщиной. Недолюбливую. Вот. Хитёр, умён и потенциально опасен. Вот, пожалуйста, фотография. Неразборчива. Или жизнелюб. Хотите жизнелюбать? Семенчука. Давайте, Семенчук. Жизнелюб Семенчук, да? Да. Ну, пожалуйста, вы отвечайте за всё то, что дальше происходит. Я. Лично. Семенчук отвечает за то, что дальше происходит. Я-то чего? Я только ещё раз напомню, что на максимум.ру есть онлайн вещание. Оно идёт активно. На сайте почистил.ру ещё работает регистрация. Можно регистрироваться активно. На сайте youtube.com. Слэш бочинский. Видео из жизни бочинского и стилавина выложены. Они пока там лежат, но скоро их не будет. Поэтому надо быстрее когда отсматривать. Итак, вы общаетесь, да, Геннадий? Общаетесь вы? Как зовут? Алё. Семенчук? Да. Алексей Викторович? Да, да. Жизнелюб? Он самый. А сколько лет ты жизнелюбу? 28. Да, ну, это фигня. Вот если бы ты в полтиннике жизнелюбом был. 28. Алексей Викторович? Да, да. В Петербурге вы сейчас, я так понимаю? Я-я. А что за погоды стоят? Да, как-то очень, не очень. Не очень? Дождь? Нет, очень сильный ветер. А, ветер. А кем работаем, дорогой мой? Да, в общественном питании управляем. О-о-о, отравитель? Да. Это ты прислал в Москву? Ты тысячу порций заразы. Да. Слушайте, а кого вы где кормите-то, расскажите нам? Ну, в основном бары, всякое разное, наливаем, разливаем. То есть ты спаивальщик? Ест совкость. Как семейная жизнь течет? Прекрасно. Женат, есть дочь. Давай-давай-давай. Что еще быть? Еще что-то такое? Собака есть, кошка? Нет, собака-кошка нет. Растения. Съели собашку, кошку съели. Что в Петербурге интересного происходит? На что стоит подъехать? В Питере что интересно? На что стоит подъехать? На бич-пати больше ничего интересного в ближайшее время не будет. Что, бичи гуляют? Да. Давайте сыграем. Какая тема для дуэли будет? Ох, тема для дуэли. Ну, о чем хотелось бы поразмышлять? Вы что-то переспрашиваете все время. Это Семенчук, он хочет четко знать, понимать, что происходит. Правильно, Леха? Да, конечно. Конечно, никаких недоговоренностей. Конечно. Ну, какая тема у нас будет? Тема, тема, тема. Ну, наверное, погода. Ну, зачем? Утренняя! Ой, вот пропасть-то, а? Атмосфера. Атмосфера? Да. Переспрашивайте, переспрашивайте. Здесь что-то непонятное. Что такое атмосфера, Алексей Викторович? Понимаете? Всю передачу можете повторить. Все, что было сказано. Недосказано. Недосказано? Да, правильно, повторяйте. Повторяйте. Это эхо. Эхо? Да, да. Ну, повторяйте, повторяйте. Эхо. Это оху, по-моему, уже. Это лоху. Сейчас будет лоха. Подожди, тихонечко. Ну, давай, атмосфера. 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 Прекрасно. Замечательно. Чудеса. Атмосфера. Атмосфера. Да. Прекрасно. Вы в автомобиле находитесь? Да, да, конечно. Где сейчас? А, улица Рыбинская. А автомобиль какого? Какого производителя? Какого производителя? Не гольф, но похож. Ауди. Не гольф, но похож. Ауди. Похож, действительно. Друг мой. Гольф, может быть, похож с Ауди. Volkswagen, может быть, с Ауди, да? А гольф, это уже надо модель Ауди какую-то называть. У вас какая модель? А4. А4? Да, да. Это что? Не, ну, гольф, это примерно как авоська. А4, то есть, 80 грамм на метр. Квадратный. А4. А4 будет по Кремчу. По 100 грамм. Ну, давай, атмосфера. Атмосфера. Атмосфера, да. Атмосфера. Жизни люб. Жизни люб. Семенчук, давайте. Семенчук. Семенчук. Семенничук. Семенчук и Семенгек. Семенчук и Гек. Семенничук и Семеннегек. Семенникег Это кег полный семенничука И наш кег едет на работу Отравить народ Ну мужчина, вы выдающийся лох Бочинский и Стилавин Бочинский и Стилавин Вамилия у вас поляцкая А у вас мудацкая Утреннее шоу на радио 9.58 в Москве Дорогие товарищи Не забывайте про то, что рубрика Интересный человек дарит нам уникальные возможности Пообщаться с конкретными людьми Которые живут на планете Земля Мы снимаем это наше с вами Вернее с ними общение на видео Выкладываем на сайт bachistil.ru И сегодня Соответственно тоже не будем изменять свои традиции Хотя возможно я выложу И на youtube.com Бочинский, потому что решил Последние что ли дни июня Побаловаться с ютубом А потом и там все закроем Нафиг надо это все поддерживать американцев То есть вы со своим тюбом еще Уже набаловались Теперь решили с нашим общим тюбом Да, да, да Так гадина, а Интересный человек Товарищи, спонсор интересного человека ООО ДАИЧИ Генеральный дистрибьютор кондиционеров Кентацио В жизни много приходится менять Кентацио менять не нужно Этот надежный кондиционер С уникальной семилетней гарантией Производителя Будет долгие годы создавать Комфортную атмосферу в вашем доме Кентацио Незаменимый кондиционер Итак, рубрика Интересный человек Сегодня у нас Самый настоящий Войцех пришел Встречайте Знаменитого Футболиста Правда, не знаю Можно ли назвать Футболистом вратаря Ты же все равно футболист Я думаю, да Здравствуйте Вратарь Спартака Войцех Ковалевский Вот так вот я вот Ки Ки Не и Ки Слушай Нельзя, да, русифицировать фамилию? Не знаю В России все можно Слушай, а вот в Польше Есть буква Йо? Йо? Йо Звук Вот по-русски Ковалевский Вот хочется сказать Ковалевский Нет, нет такого Йо Йо нет Йо-то это такое Йо Ну да То есть рэп Есть в Польше? Йо-потфу Нельзя Это нельзя Ты, царю Русский язык-то выучил Неплохо Слушай, а когда ты выучил Войцех один из самых Дисциплинированных мужчин Явился за минут сорок До начала эфира Сидел, разговаривал По-русски За 30 минут Искал вас До эфира Ну правильно Найти нелегко У нас на случай войны Знаешь, все запутано Засекречено, да? Еще осталось Старых времен Да, еще фашисты пытались Прикрыть студию Радио Максимум Слушай, давно выучил русский язык? Или с детства знал? С детства нет У нас в школу учили русского Это было еще там В 90-х В 90-х годах Еще учили? Ну сейчас-то отменили уже, наверное Сейчас еще возвращается все это Более русский Стоп, был такой момент Вот английский Все туда Увай пошли Но сейчас Все так как бы Смотрят на русский язык С другой стороны Потому что язык, который Более популярный Становится во всем мире Да? Да И опять же, надо язык Учить тот Откуда газом пахнет Смотря каким газом Слушай Если говорить об игре Спартака За прошедший год Как-то не очень удачно Выступала команда С чем связана, по-твоему? Я в футбол не разбираюсь Поэтому не могу ничего сказать Ну ты же тоже там, конечно Имел отношение Вроде как бы все играли хорошо А вот показателей таких вот Мощных не было Это на самом деле Это команда Футболная команда Это такой сложный вопрос вообще И нет однозначного ответа Если это было бы То все так просто Вот причина в этом И все Решили вопрос И все Все пошло А это не так Это Более сложный Сейчас футболисты работают Над установлением причин Понимаете, Геннадий? Нет, это не футболисты Футболисты работают Над спортивной формой А на установлении причин Работает руководство клуба И тренера А сколько сейчас в Спартаке У нас гастарбайтеров? Гастарбайтеров? Ни одного, я думаю Все профессионалы Нет, имеется ввиду иностранцев А, вот так вот А ты сразу про таджиков вспомнил В Спартаке Сейчас Даже я уже не помню Сколько там Потерялся Сколько там русских, да? Не помню Русских стал больше Да? Вот как я 4 года в команде С каждым годом побольше русских становится Но когда я приходил вообще Во время в Спартаке Что я даже не успевал запомниться имена Они так Одними дверями заходили Другими выходили Туда-сюда? Да, туда-сюда Там просто вагонами игроков привозили Ну, сейчас как бы более это все стало Нормально И в последнее время И меньше стало легионеров Ты сколько лет сам-то уже в Спартаке? Ну, уже почти 4 года Уже прошло 4 года Вообще тебя никак не выгонят Вот пытается Сейчас же новый тренер, да? И он собирается почистить команду Ты можешь попасть под раздачу, как говорится? Ну, не знаю Все, как говорится Все, что происходит Это все к лучшему Если кто-то посчитает это нужным Так и будет Поживем, увидим А если, допустим, ты расстанешься со Спартаком То следующая команда какая могла бы быть? Откуда я знаю? Я бы знал Ну, Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Пока туда не зовут меня Поэтому Хотел бы? Ну, это хорошая команда А чему нет? Ну, там уже один вратар-поляк есть Поэтому два вратара Ты в нападающий? Нападающий нет Поздно, поздно Там и нападающий хороший А вратарь? А вратарь? Серьезно Давайте о жизни Последний футболе вопрос Давайте разберите Вратарь, который играет за какую-то команду Он как игрок полевой Он полный ноль Или все-таки он на уровне? Раньше так было Что вратар это именно вратар Когда изменились правила игры Когда вратару уже Нельзя ловить мяч от своего игрока Все это поменялось И сейчас считается Вратар должен Как бы быть подготовлен На таком же уровне В смысле игры Ногами Должен быть так Насколько же готов Как и игрок полевой То есть ты запасной Бэкхэм Все равно Что ты пристал к нему? Не претендую Не претендую Не претендую Такие же метросексуальные штаны Как у Бэкхэма Я понимаю Спасибо Вольцах Как живется-то в России? Расскажи нам Лучше вот об этом Как живется здесь? Когда там на родине Качиньские Вот и пошла политическая Политическая, конечно Хочется узнать просто по-человечески Мы же договорились Что не вспоминаем смутное время Смутное Как тебе здесь-то живется? Ну чему У меня как иностранца Живется здесь хорошо И как бы Я в кроме Сказать Вот этих московских пробок Больших проблем Не чувствую Варшаве не так движение? По сравнению с Москвой В Варшаве Это вообще Я не часто бываю Но в последнее время Как-то Побывал в Варшаве И даже на машине ездил Вот это просто Я там отдыхаю за рулем Даже здесь В час пик Да, даже в час пик Может быть ты просто Не по тем дорогам ездишь? В Москве? Да А есть другие? Да Да, я ехал По тем дорогам К вам туда Хорошо Ну а вот вопрос Следующий Конечно Ты как игрок Спартака Являешься кумиром Всех вот Фанатов Спартака Но при этом Есть же Совершенно Откровенное противостояние Допустим Спартак ЦСКА Да А игроки-то между собой Тоже в противостоянии Или это только болельщики? Противостояние между игроками Это на поле Я думаю Что не только Если взять Спартак ЦСКА Да Заклятые враги Там Противостоянны Постоянно И тем более Что Спартак Долго Уже в последнее время Не может ЦСКА выиграть Это как бы Накаливает ситуацию Но это Все Между игроками Это заключается На футболном поле В гримерках Не дерете За него Нет антагонизма Потому что Во-первых Надо уважать Своего соперника Чтобы его обыграть Надо его уважать Во-первых Дооценить Потом обыграть И тогда Это является Каким-то достижением А в ночных клубах Допустим Встретились? Ну я в ночных клубах Не бываю Часто И поэтому Не могу сказать Ну а бывали Столкновения между Там Футболистами Где-то Столкновения В смысле Ну раз встретились Там в ресторане Вы какой-то Желтый журналист И бутылки Да По голове Нет 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 Я такой Во-первых Редко Кого-то встречал А во-вторых Геннадий Почему так интересует Потому что Ты почти Наголо выбрит Да А это признак Людей Которые дерутся Чтоб за волос Их не схватили Поэтому меня не пускают В ночные клубы Не пускают? Нет А куда последний раз Пытался пройти И не пустили? Ну уже не помню Куда я пытался пройти В Пельменную? У меня лучший Лучший отдых Это природа Природа? А ты сам-то живешь Где? В Москве Или в Подмосковье? В Москве Да В Москве Живу Ну Стараюсь отдыхать В Подмосковье Если есть свободное время А в Польше Живу В деревне Вообще В контедже Да ты в деревне В деревне Да я в деревне Я не скрываю Хорошо А вот Когда ты приехал В Москву Из Польши Ты же из Польши Да приехал? Да из Польши Или из Украины Вая Украина А то есть через Украину Вая Донецк Ну вот Что бросилось в глаза В России Чем вот так Россия Отличалась От Украины И от Польши Ну я сначала Увидел как бы Во-первых Москву А как говорится Москва Это вообще Другая страна Как бы в самой России Да можно так сказать Другая картина Потом Потом постепенно Уже Знакомиться с Россией Да есть Есть отличия Но Москва Это митрополия Мировая Огромный город Движение За 4 года Я как сам замечаю Очень много Меняется В хорошую сторону В самом Москве Вообще В вашей стране И Мне как иностранца Я Уважаю Вот просто То что Конечно Не все у вас красиво И Многие проблемы Как в каждой стране Но надо Узнать Что И уважать То что у вас Мое мнение Все идет В правильном направлении Слушай Вот многие говорят Что в Москве К примеру Реклама слишком много На улице Да Я не обращаю Не обращаю внимания Я стараюсь смотреть На движение На дороге Потому что Если еще смотреть На рекламу Это можно Часто попадать Вот тут наводка Наводка рекламодателям Размещать свою рекламу На задницах Легковых Автомобилей На разметке размещать Есть же На разметке Тех Вместо светофора Я думаю Должен быть Как загорается Этот Сигнал стоп Там подсветка И реклама Созопа И смотрю Самое главное Чтобы заметить Опускалась Если реклама Появляется Значит надо тормозить Да Кстати Хорошая фишка Хорошая идея Слушай Ну а в команде Приняли Хорошо тебе Когда ты приехал В Спартак Ну у меня У меня был Я думаю По сравнению С другими Легионерами Насколько легче Потому что я уже Знал русский язык Я когда приехал Из Украины Из Донецка Я там Играл полтора года Там Как бы Выучил Язык Русский В такой Степени Который Меня позвал Уже общаться Разговаривать И руководить Там Игроками На поле Поэтому было Намного легче Удивительно Что Тебя поляка Прикласили в Донецк В принципе В Восточную А не куда-то В Западную Я там Как бы Я являлся Не первым Поляком Который Пришел в Донецк До меня Уже Там Играл мой Хороший друг Марышев Андоский Которым Я играл Еще в одной команде В Повше Он на полгода Раньше Там появился Да Лазутчик Понятно Но все-таки Хотелось бы О социальной Сфере поговорить У нас в гостях Войцах Ковалевский Братарь Спартака Кумир Войцах Они 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 же Нормальные С той точки зрения Что они Поляки Не как-то Интернационалист Уже Сейчас там Поработал Здесь Тут пожил Все-таки Живут в Польше Да Живут интерес Мама Мама живет в Польше Папа уже Ну Валер Ну Они Они не мясо Но не мясо Они Они Как сказать Ну Бывшие Менты Менты Да Серьезно Слушай Войцах Министерство Внутренних То есть за нас Были Штази Какого-то момента Войцах А тогда вопрос Как в принципе Среди народа То воспринимается Движуха В сторону Евросоюза Сейчас В Польше Это даст Дает вам плюсы Реальные Потому что многие Говорили что Вот мол Введение там Евро Ну граница Открыта Это хорошо Ну в любом случае Ну есть плюсы Есть минусы Как в каждой ситуации И это Смотря Кто На что Хочет Смотреть Одни Говорят Будут Понимать Вот у нас Стало хорошо Мы будем там Песни петь об этом А другие Найдут минусы Негативы И будет там Накаливать ситуацию Что вот это плохо Вот мое личное мнение Я как бы Не слишком глубоко В этой теме Но Много Польши меняется В лучшую сторону Именно Инфраструктура Меняется Там За счет Вот этот Всех Скажем там Ну стандартизация Идет Да Под Евросоюз Да Подстраиваемся А минусы какие Я считаю Минусом Как бы Польша Вступала в Евросоюз По моему мнению Ну я не специалист Это такое Мы Мы слишком Легко сдали Свои позиции Ну в негуциациях Там В торговле Да В торговле Но не только в торговле Вообще В негуциации Это Как по нашему Сказать По вашему Ну Договоренность Идут переговоры Да И Каждая страна Вступает на определенных Условиях Что-то должна сделать Да У себя Да Ну Польшие условия Были не самыми хорошими Слушай Сейчас же Сейчас же как раз Вот был этот саммит Евросоюза Да В Германии По-моему Это все происходило И Это G8 Не-не G8 Да В Германии Ну сейчас Вот на выходных На выходных Было Собрали И поляки В лице Вашего президента Вы же Были единственными Кто Реально Попер против Конституции Европейской Сейчас То есть Польша пошла против Там тема-то какая Потому что В Еврос В Евроконституции Отсутствует Такое понятие Как Что это Объединение государств Основанных на христианской цивилизации Поляки же очень верующие люди Я понимаю Что по сравнению Со всеми остальными Европейцами Которые Давно уже забили Большой болт На религию На веру На все остальное Вот поляки все еще Ну в этом смысле близки Нам Хотя У нас веры разные Но В одном По крайней мере Понимаем друг друга Вот И Европейцы Они вообще хотели Написать следующее Что Европа Это значит На основах Древнегреческой И римской культуры Объединения Но безо всяких слов Так сказать О христианстве Вот Ну и собственно говоря Поляки В лице ваших лидеров Они там Это самое Хотелось Матом сказать Вот Ну и соответственно Были проблемы Но говорят Утрясли Урегулировали Будут выбирать Теперь европейского президента Вот я как раз и хотел Поговорить О том что Я не в курсе Мы тебе рассказали Теперь ты знаешь Теперь не отмажешься Я о другом хотел сказать Ну примерно Пример с Рядом Тема будет лежать Католицизм В Польше Он очень силен Да И фактически Польша Очень сильно отличается От всей остальной Европы И в этом смысле Интеграция с Европой Она идет во вред Польше Потому что Я не знаю почему Ну так исторически сложилось Но Польша Польша всегда была Очень религиозной страной Ни Германия Ни Чехия Ни другие Европейские страны Они Близко даже Вот Не являясь носителями Вот той вот Что ли Моральной и нравственной энергии Которая есть в поляках Есть ли с этим проблемы Вот Да я не считаю Ну если Если нас Насколько Как бы Мое мнение Да По поводу интеграции Европейской Оно Во-первых Идет в направлении Экономики Да Они И каждая страна Как бы Это Сохраняется Суверенность Да Она Она свободна И свои традиции Сохраняет Нет такого Что Вот Есть Евросоюз И все Уже теряются Какие-то там Национальности Все Каждый По-моему Это так Должно быть И здесь Никакой угрозы Нет А у вас В Варшаве Были гей-парады? Пытались Пытались Да Организовать Но Запретили Наш президент Так вот А теперь Вы в Евросоюзе Геи придут В Брюссель Скажут Ребята Нам запрещают Мы хотим быть Страной демократической Которой Как бы Толеранция Это очень важный фактор А происходят такие вещи Ну Это Да Гей-парады Они как бы Очень Как сказать Это большой конфликт По сути С католической церкви Потому что Понятно Вера И вся Доктрина Католической церкви Это Это одно А гей-парады Это совсем Другое Но С одной стороны Толеранция С другой стороны Какой-то Антагонизм Непонятно Вот это За кого? Я за никого Я за нормальных людей Если кому-то нравится Пожалуйста Да Я просто То что касается Темы геев Как бы То что в Европе Уже пошла такая Есть Пошла такая тема В Голландии Да Что Геем Разрешают Как бы Усыновлять Детей Я против Хорошо А есть ли геи Среди футболистов? Не знаю Не общался С футболистами? Не с геями Ну понятно Значит Ни в Донецке Ни в Спартаке Геев нет Правильно? Хорошо Это точно Про основные команды Ничего сказать не могу Проверено Хорошо Скажи А футбол Чем отличается В Польше И в России? Вот именно Только футбол Если брать Скалы Масштабы Ну Как по сравнению Территориально Россия Польша Количество людей В России В Польше Уже самый интерес К футболу Спорту В общем В России В Польше Примерно То что касается Футбола В среднем На топовые команды В России Там Посвящаемость Это 20 тысяч В Польше Это максимум Там 10 То есть футбол Менее популярен В Польше Это самый популярный Вид спорта В Польше Но Это связано Во-первых С инфраструктурой Которой нет На данный момент Она только Будет создаваться Потому что Как известно Польша Будет организатором Вместе с Украиной В финале Евро 2012 И Сейчас будут строить Стадионы Все это Инфраструктура Бла-бла-бла Интерес конечно Тоже понимается К футболу За последнее За последнее время А тем более Что Идут хорошие перемены Как бы Ну Значительный Как бы Подвиг В этой теме Но Как всегда В спорте Футболу нужен результат Это самый Самый главный С тем А результата пока нет А на результат Мы пока работаем Как бы Говорю про То что касается Сборной Потому что Про чемпионат Польши Ничего сказать Не могу Потому что Слишком далеко А ты в сборную Польши не входишь? Хожу И как там? Ну пока Неплохо Мы идем на первом месте В отборочной группе Но Последняя игра Не очень удачная У нас сложилась Но есть еще Несколько игр Которые надо выиграть А у кого больше шансов? У сборной России Или у сборной Польши? На данный момент У сборной Польши Мы идем на первом месте В своей группе Но по потерянным очкам Мы на втором месте А у России Насколько я знаю Чуть сложнее ситуация Но у нас Надо учиться Что очень Такая непростая группа Так же как и у России Мы смогли на данный момент Набрать больше очков Чем у нас Слушай Я всегда Серега Кстати Сдавал вопрос Как возвращаются В команду люди Которые на чемпионатах Играют За свои Национальные сборные А потом возвращаются В свой клуб Против игроков Которого Они играли на чемпионате Да Это Бред Это не Ну к чему Это Как сказать Это Обычно Вещь уже Раньше Можно было Мне кажется Вообще В условиях Глобализации Когда в принципе Одна страна Добывает нефть Как хотят Американцы Другая Польша Значит Растит Индийскую Так сказать Мулов И продает Под видом Говядины Немцы Пиво делают При условиях Глобализации В принципе Говорить о том Что есть национальный спорт У кого-то Вот у нас сейчас тренер Гус Хитинг У нас тренер Лео Бенхакер Два голландца Ну и чей Это футбол Собственно говоря Чей сегодня футбол В национальных странах Будем говорить Он международный Это уже давно Не Специальный Это давно уже не спорт Это давно уже бизнес Это и шоу И бизнес И спорт тоже Но это Войцах Вот у меня вопрос Главный такой Почему наши футболисты Вообще Я вот часто замечаю Это по теле-трансляции Ваши российские Как бы футболисты Не красят губы Почему наши футболисты Время нет А другие красят Реально бегают Медленнее Чем западные Вот смотришь Тут же Какой-нибудь там гулит Я помню В детстве Гулит Он бежит Зараза Бежит Понимаешь И бегают быстро Гулит это хоккеист Вот зараза Как бежал А наши Наши не спеша Так потихонечку Бегут 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 Как будто знаешь Берегут камеру Чтобы оператор успевал За ними поворачиваться Может техника не справляется Они знают об этом Не серьезно Вопрос в людях В чем Почему наш футбол медленный Вот в принципе Он медленный Но тебе может не очень видно Это разный стиль Есть разные там причины Ну да По сравнению Даже взять Сейчас Чемпионат России Он как бы По сравнению с чемпионатом Англии Да Он темп другой Помедленный Нет Видимо Видимо если ты играешь Внутри страны Это нормально Ты в той же скоростной зоне Да находишься Но если ты выходишь На международную арену Ты же не можешь На жигулях Против там того же Ну я уже бы так Драматично не смотрел На то что Вот типа Россия На жигулях А там с кроватами Последнюю игру играли Нет Просто есть Не знаю Готовность игроков На данный момент Что там еще Настрой Все-все Это в кучу собирается И есть эффект Как бы В виде результата Или его нет А бывает что после вчерашнего На поле выходит И так голову После сегодняшнего Это наверное Каких-то дворовых команд Не в профессиональном Вот вопросы пошли Как относится К размещению ПРО В Польше Слушают Слушают ПРО Противоракетная оборона Противоракетная А ПРО Вот это тема Никак не отношусь Я вообще Зачем это кому-то нужно Я не знаю Это политика Это Как бы Аргумент В каких-то там Скажем Негуциациях В сборах за мясо Ну это мясо Это тоже Какой-то там Был аргумент В чем-то Смешной По моему мнению Это как бы Все раздуто Все Подстроено Под политическую Какую-то Интерес Есть две страны Они в чем-то Не согласны Начинается Начинается Как это непонятно Скажем так Перестрелка Да Разборки Да Разборки Мое мнение Полякам Русским Всегда ближе Больше Чем Русским Немцам Всегда А политика Да нет Мы с немцами То бок о бок Были Да Лоб в лоб Лоб в лоб Хорошо Кстати Польша готова Взять на себя Моральную ответственность За смутное время 1612 года Вот 1612 Да Когда вот Лже Дмитрий 1612 1612 год Сынок Как сейчас помню Это Смутное время Когда поляки в Москве Да Вот мне хочется Чтобы хоть один поляк Взял на себя ответственность За то время Давай ты возьми Мы еще начинаем Нагациации Нет Я не возьму Потому что С другой стороны Тоже можно аргументы найти Чтобы вы взяли на себя что-то Давай Давайте не будем Вы первые полезли Дело в том Что это было раньше Подожди Вернемся еще Давай А не было ничего до этого Ничего Только за Кривича Если взять ответственность Так и то Как-то не разберешь Не-не-не Ну там да Там другая тема Я думаю Что в истории Всяких народов Всех народов стран Тем более Что Россия С Польшей Всегда Это были соседи Найдутся какие-то Зацепки У нас еще хорошо было Что между нами Болото были Да Но самое главное Я считаю Самым главным Да История это одно И давайте оставим Это историком Да Самое главное То что будет А не то что было Там разберутся Нам надо строить Будущее И отношения Которые дадут В будущем Определенные Позитивные Ох В политику тебя В политику Рассудительный Какой Слушай А если ехать Скажи нам Войцах Вот если ехать в Польшу Куда надо Например Оттопыриться хочешь Отдохнуть Куда лучше всего Ехать в Польшу Действительно Чтобы почувствовать В Саппоро Хорошо Нет Серьезно В Краков Ты через Польшу Не попадешь В Саппоро Куда поехать Ну насколько я знаю Саппоро Это же Новая Зеландия Да Это Чечня Чечня уже Далеко пошли Новая география География Лобачинского Ну серьезно Куда Насколько знают Темперамент Российских туристов Как любят отдыхать Вообще Не 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 Культурно Берем культурно Русский человек Я думаю В Польше не найдутся Таких местах Хотя я встречал Куршавеля нет Нет А что Есть лыжный Лыжный курорт Закопано И зимой часто Я там бывал Как бы В определенный Период Еще когда в Польше играл Ну а Сопот Сопот Хороший место? Сопот Ну это море Я думаю В России есть Потеплее море А озера какие-нибудь Есть хорошие? Ну так вот Приезжайте ко мне Пожалуйста А где ты? Где ты живешь? Это Северно-Восточная Польша Угол между Угол Угол Невского И Тверской Калининградская область Литва Это тот Уголочек тоже Там я знаю Там зона тюремная есть Где-то Там где летали Этот Там все есть Тюремная Спрятанная Вот это все Тюремная зона есть Да Где сидят наши Эмиграды Ты там был? У нас там был слушатель один Слушал нас Из Калининграда Сидел в тюрьме И слушал нас Из Калининграда Да Но это у вас В Калининграде Нет Он сидел в Польше Долетали волны У нас же трансляция По всей стране Да И передатчик в Калининграде Добивал до польской зоны Да Которую Это ваш сидел в Польше? Наш сидел в Польше Смотри, опять конфликт пошел. Вы раскрыли. Не, он, наверное, уже вышел давно, потому что, по-моему, писал, что на 4 года загремел. Загремел за что? А ты вообще юмора не понимаешь, Сергей, да? А что он там, шпионив что-то? Юморист, да. В бараках смотрел, где что прячут. Не, раки подбирался. Нурлан Нахаев пишет. Войцех, ты супер, ты лучший, коней обязательно обыграем. Когда мы тебя на поле увидим? Давно тебя не видели. Когда мы на тренировке? Нет, а вот она в игре. Ну, это... Не пускают тебя? Ну, есть, как сказать, есть разные причины. Как говорится, играет лучше. Вот прям прямой вопрос. Какие у тебя отношения с Черчесовым? Нурманные отношения. О, вратар бывший, я вратар еще пока. Хотя, ну, стараюсь быть. У него, конечно, достижение намного богаче, чем у меня. Сейчас он стал тренером. Я думаю, что вот... Насколько знаю его, как человека, сильного характера, он должен Спартаку помочь в этом моменте. Ну, поможет или нет? Надеемся. Хорошо. Вопрос у нас... Время-то кончается. Вопрос последний. Это прикол. Это прикол. Это прикол, как вы на метро ездили. Как это было на самом деле? Что это было за ситуация? Ну, ситуация была так. Большой праздник. Игра Лиги Чемпионов против Интера. Радопи против Интера. Да. Это вообще, я думаю, история мирового футбола, что команда, которая играет дома в таком турнире, как Лига Чемпионов, и добирается на стадион на метро. Почему? Потому что в тот день были ужасные пробки, а вообще таких пробок не видел еще. Это когда был-то? В ноябре был, да? Это в ноябре, да, ноябрь. Ну, там вообще совпадение. Кто-то там, какие-то чиновники переезжали, перекли дороги, зеленую дорожку им сделали, вся Москва встала. Но самое интересное, что, насколько я знаю, мэр Москвы Лужков-то вовремя приехал на стадион, а мы приехали за 50 минут до игры. Вот это о вреде мигалок у мэра. Только Токондо приехал к игре, а вы-то за 50 минут. Да. Если бы мы ехали на автобусе, автобус приехал за 15 минут до конца игры. Все-таки приехал? Все-таки приехал. А если бы вы опоздали реально на игру, что было бы? Ой, это был бы скандал, я думаю. Почему? Прямая трансляция, да? Ну, это все, это же самые-самые, как бы, серьезные турниры клубные, да. Это большие там, наверное, и деньги, и штрафы связанные за там, и тоже договоры. Это как... Все, все там. Ну, и выкатили бы, выкатили бы иск к столичному ГИБДД, да? Нет, ну, могло бы закончиться даже, не знаю, может, и в следующих годах сложно было бы Спартаку даже. Я предлагаю прилагать маску такую, что, типа, проспали, или забыли, что игра. Хорошо не про... Хотя, да, мы все равно проиграли. Войцах, как люди в метро, скажи мне, как люди в метро? Какие они, россияне? Расскажи нам. Ты же все наверху в машине, а там как? Ну, я бывал и на метро ездил в Москве. Ну, как они? Сначала, пока у вас не произошло воду. Да, да, да. Чего? Ну, теракт в метро. А, так два раза в одну воронку не падает. Да? Да. Лучше не быть воронками. Но. Тебя узнавали конкретно? Я еще езжу тогда, когда я только что приехал. Не, вот сейчас. А сейчас это вообще... А что, он в форме, у него с фамилией сзади написано? Ну, мы как раз ехали в форме, и сначала все, вот это было так... Типа, что за дела? А потом получилось, что как идет склад, да, вот этот, вагоны встал, в восемь, не знаю сколько. А вас? А все ехали в нашем вагоне. Ага. Все болельщики по телефону. Вот Спартак едет на игру, и все туда. Ну, вот так уже ехали. Как селедка в банке. Автографы брали, наверное, расщупали вас. Да, автографы, да. Девочки были? Не заметил, я как бы... Я уже разминался к игре. Разминался? Да. Как разминать... Бежал по... Эскалатору. Эскалатору с этом... А, кстати, он выключенный был. Вот опять предъява. Теперь мистер полиции... Слушай, а мне кажется, вратарь разминается перед игрой в следующем образом. Читает книгу. Тоже, да. Ведь главное у вратаря это спокойствие. Бывает, что и книгу читаю. Но на поле уже книги не стоит читать. Лучше заниматься другим делом. Овец пересчитывать. Ну вот, Войцех, ты вот не знал, и передача уже закончилась. Да. А уже мы все, нас отключили, а мы еще бла-бла-бла. Нет, Войцех Ковалевский у нас в гостях вратарь Спартака. Сейчас вас, Войцех, отключат от искусственного дыхания аппарата, и вы поедете дальше на тренировочку. Ну, скажу честно, мы с Серегой в вопросах футбола занимаем позицию нейтральную, да? Мы одинаково хорошо относимся. И к Спартаку. Мы в вопросах футбола занимаем позицию сноубордистов. Да. И к ЦСКА, и к Зениту, ко всем относимся уважительно, хорошо. Сейчас один из вас питерский. Да, мы оба питерские как бы. Ну, Геннадий питерский, он отбывал срок в Питере. А, а ты там живешь? А я родился. Да, но не знаю, как так срослось, что мы достаточно равнодушны к футболу. Футбол смотрим только во время чемпионатов мира. Чемпионатов планеты. Чемпионатов планеты, да. Ну, каждый раз, когда приходит такой классный парень, как ты, а ты первый такой парень. Классный. Классный. То хочется... Футболистов у вас не было, да? Я так понимаю. Нет, были футболисты, но они не были парнями. Знаешь, это те, про которые вы спрашиваете, я их знаю или нет? Нет, нет, шума. Значит, вы их знаете. Да нет, ну просто каждый раз, когда приходит какой-нибудь классный человек из разной совершенно области, хочется взять, пойти билет на концерт, если он музыкант. Или купить билет на спектакль, если он актер. И вот в данном случае пойти и купить абонемент на все матчи. И только жесточайшая сила воли говорит тебе, не надо. Надо этого делать. Принтер, сканер и папир. Клайна Майна Пионер. Спонсор ООО ДАИЧИ. Генеральный дистрибьютор кондиционеров Кентацио. В жизни много приходится менять. Кентацио менять не нужно. Этот надежный кондиционер с уникальной 7-летней гарантией производителя будет долгие годы создавать комфортную атмосферу в вашем доме. Подробнее на daichi.ru Субтитра. Папенкер представляет антигей-песня. Озирайся на витрины. Не расслабляй никогда свои булки. Сожми их. Вот так. Не расслабляйся. Ложись. Ложись. Да! Ты! А! Ты! А! Ты! Давай, 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 давай! Товарищ, не зевай, и булки напрягай, убегай Мы для них мишени в Тире Опыты мычут, мы на одну лесу без имён Мы для них мишени в Тире Забравшись наверх, многое впереди В цельских отсек, как можешь стреляй Витруй, что говоришь, но пожаре не стыдишь, зажжишь Будешь мишенью в Тире В огонь не видать твою мать Я лишь мишень из Тира Это не по мне, я тоже опасен Я вооружу, не подходи Ай, зирайся на витрины На блеск голда и серебра Не расслабляйся, прикрой свою спину Смотри на приближение тени Не знаешь, как, когда и кто Но если будут стрельбы Тебя покрою с собой Огневая мощь лишь бы немало Готовьте стрелять, время настало Время настало Время настало Цель для огонь Мы для них миша нефтирис Мы для них миша нефтирис Мы для них миша нефтирис Цели в тирис Цели в тирис Ну погоди, булки зажми Субтитра Бочинский и Стилавин В молодости Адольфу Гитлеру зашили задницу Утреннее шоу на радио Реклама Да ну HP, это круто, пупсик Расскажи, как это круто, пупсик Это круто, только если у тебя все в порядке с этими самыми, с лицензионностью, вот с чем С оригинальностью А, да, да, с оригиналом Если ты оригинален, да, тогда ты должен выбирать оригинальный картридж А если ты такой, как все, тогда, конечно, вообще без проблем Оригинальные картриджи HP гарантируют надежную работу принтером И снижают затраты на техническое обслуживание решений Ай-яй-яй Используя же перезаправленные картриджи Вы, товарищи, платите за заправку И заметно увеличиваете будущие затраты на ремонт принтера Скупой платит дважды До 31 октября HP проводит специальную акцию Лазерные картриджи можно купить на выгодных условиях или получить подарок Подробности вы можете узнать на сайте www.hp.ru А еще в прессе и в интернете Вредное, кстати, у нас сообщение Получается, что те, кто не знал, что есть перезаправленные картриджи, узнал об этом Геннадий, да? Да А вот мать Пэрис Хилтон ищет спонсоров для встречи дочери из тюрьмы Спонсор? Не на чем подъехать к тюрьме Все отняли Освобождение Пэрис Хилтона из Лос-Анджелесской тюряги Ее семья хочет отметить вечеринкой в казино Дворец Цезаря в Лас-Вегасе Мать мисс Хилтон Катя Я предлагаю на выходе из тюрьмы Пэрис Хилтон дать бутылку водки и машину Без прав Без техпаспорта, чтобы она прокатилась в кружок и обратно, правильно? Вот, мать Катя уже приступила к поиску спонсоров для организации вечеринка Первое интервью после освобождения Пэрис даст Ларри Кингу Пэрис даст Ларри Кингу Старый хмырь Беспомощную девочку, так сказать, отинтервьюировать Вот, вернее, это Ларри Кинг даст интервью Пэрис Хилтона Вот она у него возьмет интервью, да На телеканале СНН вечеру в среду 27 июня Ребята, представляете, это будет четверг 28 по московскому времени То есть, а что это она на 45 дней еще не отсидела? Отсидела уже Получается, что отсидела уже? Быстро, как-то хрень Пэрис Хилтон будет освобождена во вторник Завтра вечером, по Москве это будет среда В связи с ожидаемым ажиотажем вокруг этого события Власти Лос-Анджелесского района Голливуд-Хиллс Приняли решение запретить парковку на нескольких улицах Начиная с сегодняшнего вечера Ранее жители района жаловались, что каждый раз, когда появлялись какие-то новости о том, что происходит с Хилтон в тюрьме Вот, их покой нарушал наплыв журналистов Вот, между тем, Пэрис Хилтон в недавнем радиоинтервью, в недавнем, то есть из тюряги звонила Сообщила, что пребывание в тюрьме заставило ее задуматься о своей цели в жизни И пообещала, что впредь будет использовать свою известность только для благих дел Вот, отмечается, что неясно, как именно мисс Хилтон пересмотрела свои жизненные приоритеты И были ли у нее таковые, в принципе Ну, Ларри Кинг узнает, где у нее приоритет, сзади, спереди Можем, кстати, в прямом эфире послушать Он уже вечерком у них выходит, но на сутро В прямом эфире послушать? Да, сутро А где у нас этот самый, сионистский этот, СНН-то СНН-то Я что-то не вижу, где он Вы что, смотрите? А, так вы поэтому ставились в теле этот, в свой, как его Начинает отказывать речь Несите что-нибудь Друзья мои, следующее сообщение для заинтересованных лиц Такие лица у нас есть И я считаю, что вашему вниманию подготовлена неплохая новость Заголовок следующий Полиция Латвии, двоеточие Продажа книги Майнкампф Адольфа Шикельгрубера Моя борьба Это коммерция, а не ксенофобия Кавычки закрываются Проверка, проведенная полицией безопасности Латвии Подтвердила информацию о том, что в этой маленькой, но очень гордой стране Через интернет можно купить книгу Адольфа Гитлера Моя борьба Однако в ее распространении не усматривается намерение разжигать национальную рознь Поэтому полиция не будет предпринимать никаких дальнейших действий Помощник руководителя полиции безопасности Кристина Апсекруменя Запомните эту фамилию, дорогие друзья Сообщила агентству информационному, что в начале апреля ведомство начало проверку В связи с прозвучавшей в средствах информации информация о том Что любой желающий может купить в центре Риги Или просто по интернету за ставкой на дом книгу Гитлера Проверка установила, что через интернет предлагаются экземпляры В связи с изданием, который полиция безопасности еще в 95-м году возбудила уголовное дело Но в 98-м оно было прекращено с учетом того, что в действиях издателя не было устроено намерений вызвать национальную рознь Да, я опубликовал призывы смерти евреям, но в этом не было никакого, так сказать, национального подтекста Главное, это намерение, правильно, дорогой мой? Можно и гадости делать с благими намерениями, правильно? Да, я его бил, но не хотел, чтобы ему было больно Латыши